МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом театральном году будет немало. Информацию о том, какие конкретно постановки увидит гомельский зритель, здесь не раскрывают. Единственное лишь известно, что сейчас все силы театра направлены на организацию фестиваля «Славянские театральные встречи». Его открытие запланировано на 3 декабря. Завершится форум большим торжеством – юбилейным вечером, посвященным 80-летию Гомельского облдрамтеатра. Есть в Зауралье несколько ярких визитных карточек, известных далеко за пределами области. Три обаянистов из их числа. Прославленный коллектив, которому аплодировали в разные годы сцены Франции и Китая, всех крупных городов и маленьких райцентров России, впервые выступил на белорусской земле. И первым посчастливилось познакомиться с творчеством талантливых музыкантов именно с жителем Гомельской области. Небольшой концертный тур включил в себя Мозрь, Калинкович и Гомель. Повсюду аншлаг. Визит зауральского трио стал возможен благодаря сотрудничеству Гомельской и Курганской филармоний. В свою очередь, музыкальное искусство нашего региона в Курган поехало представлять инструментальное трио «Лирица». Вот такой творческий обмен. Посмотреть на натуральную красоту белорусской глубинки приглашает «Дворец Румянцевых и Паскевичей». Там открылась выставка Константина Качана «Родимая за Чарованы». В его полотнах талантливо раскрывается поэтическая красота природы, очарование малых городов и местечек с тысячелетней историей, особый колорит жизни сельского человека. В экспозиции есть и идиллические пейзажи, и яркие натюрморты, и зарисовки о крестьянском быте. От них веет теплом и спокойствием, полузабытыми воспоминаниями о каникулах, проведенных у бабушки в деревне. Особое место в творчестве Константина Качана занимает пейзажи Новогрудчины, малая родина автора. Сам проект «Родимая за Чарованы» путешествует по Белоруссии не первый месяц и официально приурочен к году малой родины. Евгения Кухаронок, Евгения Макенко. Новости недели.